Здарова! Кирилл написал мне «Привет, я готовлю доклад на White Nights конференцию о гейммейкер и одна из частей – показать разноплановые проекты разработчиков, живущих на доход от них». «Есть ли у тебя желание поделиться своей историей и цифрами?» – спросил у меня Кирилл. «Конечно же есть». Здесь есть список вопросов, на которые я отвечу. «Интересно, прежде всего, как ты пришел к профессиональной разработке на гейммейкер и те цифры по продажам, которые ты готов открыть?» К профессиональной разработке на гейммейкере я пришел тогда, когда понял, что другие языки программирования я не изучал. И я знаю только гейммейкер, поэтому мне пришлось работать на нем. Работаю я на нем где-то с 14 лет, с переменным успехом я делал какие-то игры, но не пытался на них зарабатывать. Само собой, у меня были какие-то проекты мечты, но это все было давно. И лет с 30, наверное, а сейчас мне 31, и лет с 30 я начал этим заниматься, условно говоря, профессионально. Я начал делать кучу мелких проектов, чтобы испытать себя, и в конце концов какой-то из них выстрелил. Цифры по продажам, ну, как по продажам? По продажам и закачкам. На плеймаркете в сумме мои игры были скачаны более 200 тысяч раз, они бесплатные, с рекламой. А в стиме было совершено около 40 тысяч, наверное, покупок двух игр «Гандан» и «Пиздесс». Кем-то работал до того, как начал делать игры на гейммейкер, что послужило толчком к созданию своей игры. Я работал инженером около 6 лет и учился я, собственно, тоже на инженера. Я ведущий инженер-конструктор. Я конструировал и считал в расчетных комплексах различные сооружения. Само по себе делать игры я захотел, ну, давным-давно. Я всегда хотел делать игры, и мне вообще нравится играть, и всегда хотелось делать что-то свое. Поэтому, собственно, я и приступил к созданию своей игры, своих игр. Как возникла идея проекта? Оба успешных проекта, их идеи были возникнуты чисто из-за названия. Я шел до перехода и подумал, блин, «Гандан», прикольно, надо сделать игру про ковбоев. Ну, и известная история, которую я часто рассказывал. Кто-то в комментариях ВКонтакте после релиза «Гандана» написал, что «Надеюсь, твоя следующая игра не пиздесс». Ну, и, в принципе, я подумал, почему бы нет, и сделал. Это было просто. Вот так возникли идеи проектов. «Пилил ли ты прототип?» Да, у «Гандана» был прототип, я его показывал нескольким людям, они сказали, не очень понятно, и я подумал, блин, сделаю реально проще. Пускай это будет однокнопочная игра, но в ней будет много различных дуэлей, и это и была фишка игры. А в случае с «Пиздесс» прототип был, и, в принципе, он и вошел в релиз. То есть, условно говоря, у меня был экран, мы нарисовали два лифта, не особо примечательных, они потом претерпели изменения, и распределили клиента влево-вправо. Просто телепортации. Там не было никаких движений, никаких поворотов спрайтов, просто телепортации. Я хотел посмотреть, играется ли это вообще, интересно ли это, чувствуется ли игра. Вот, и оказалось, что чувствуется. Как быстро собралось что-то играбельное? Что-то играбельное собралось где-то за месяц. За месяц, сам прототип я сделал, наверное, за неделю, потому что там были разные признаки, их нужно было включить. И где-то за месяц на Games Jam Canobu мы что-то собрали, но сам проект мы не предоставляли. Потому что как-то не хотелось и впечатление портить, и там все-таки было не все так интересно, наверное. Не могу точно сейчас сказать, но не хотелось его показывать. Хотелось покрасивше, и как-то анимации добавить, и само программирование немножечко улучшить. Вот. Насколько это отличается от финального результата, и как быстро собралось что-то играбельное? Что-то играбельное собралось на DevGam, кажется. Кажется, на DevGam мы уже показывали более-менее понятную игру, в которой, кажется, не было сохранений, но был календарь, были уровни, даже, кажется, брифинги. Но все на русском, само собой, английского языка, кажется, тогда не было. Но да, первый билд нормальный был создан вот к маю. К маю он был создан, у нас даже были номинации какие-то. Вот, получается, февраль, март, апрель, май. Начало мая. За три месяца мы сделали, нарисовали игру, такую, которую можно показать людям. Сколько времени ушло на проект? На сам проект ушло год и один месяц. Я говорю сейчас о пиздец. Гандан я сделал за месяц упорного прям труда. И в течение полгода я добавлял всякие элементы, новые дуэли. Графику передел, кажется, в июле. В июне выпустил ее в Steam. И, собственно, тогда и заработал. Каковы были финансовые результаты в первый месяц после релиза? В первый месяц я прям так точно не помню. Ну, значит, в первый день релиза Гандана было продаж на 2500 долларов. В первый день релиза пиздец продаж было на 5000 долларов. Так что первый месяц, наверное, у Гандана принес около 5000. А у пиздеца он принес где-то 20, наверное. Я могу путаться. Да, около 20 тысяч, скорее всего. Но это грязный. То есть без налогов, без вычетов, без ничего. Около 20 тысяч. Может, чуть побольше. Так. Когда ты решил, что можно полностью перейти на работу с ГМ? Почему выбрал именно этот движок? Давным-давно я накопил 600 рублей и купил Dark Basic. Попытался в нем что-то сделать, у меня ничего не получилось. Но когда я ее уже купил, мне папа с работы в интернете скачал гейммейкер версии 6. Что-то там. Ну, просто скачал. Я не знаю, как он вообще напоролся на это. Я посмотрел и как-то подумал, что ну фигня. А вообще, что это за спрайты, что за красненькая машинка. И кто помнит, был там такой пример. Вот. Но Dark Basic мне не дался, потому что в нем, у него, вместе с ним шла книжка с обучением. И она была, ну на самом деле, ну хреновая. Она вроде бы как бы язык для изучения, но там был один пример. И это был вообще какой-то трэш. И хелп там был отстойный. И сама программа запускалась, как будто это программа по сбору ракет. Тяжеловесная хрень, в общем. И я начал делать в гейммейкере. Сначала на кнопочках, потом уже на код перешел. Ну а так как выбора у меня не было, настоящих языков программирования я не знал, как C++. Я только на Cubasic'е делал что-то. И в институте в Фортране что-то там задачки решали. Ну это фигня. Игру с этого не сделаешь. Вот. Поэтому гейммейкер. Выбора не было. Может быть я перешел бы на Unity, конечно. Но у меня нет нужды. Была бы нужда, тогда бы перешел. Начал бы что-то изучать. Но сейчас в этом смысла нет. Мощный инструмент гейммейкер. Поэтому все хорошо. Можешь ли поделиться статистикой, графиком продаж на разных периодах жизни проекта? Ну с Гонданом я сказал. Около 6 тысяч долларов в первый месяц. И потом это все резко достаточно пошло на спад. И в сумме сейчас она принесла, ну там около 10-12 тысяч. И потихоньку продается. Совсем потихоньку. На распродажах. Может быть ради карточек люди покупали. Вот. С пиздес пока данными делиться достаточно рано. В первый месяц это было около 22-23 тысяч, да. И во второй месяц это было около 20 или 19 тысяч. Но думаю в третий там будет около 6-7. Посмотрим. Если китайские летсплееры что-то снимут, так как мы перевели игру на китайский, то продаж будет больше. Плюс в этом месяце, в июне, да, будет летняя распродажа. То есть данные пока я не могу все привести конкретные. Что там с распродажей. Планируешь ли в будущем использовать ГМС? Да, да. Новый проект я буду делать уже на ГМС 2, потому что поддержка первой части гейммейкера, она будет прекращена в 2018 году. И все-таки нужно начать уже изучать вторую часть. Я надеюсь, они не забросят ее через 2-3 года и не приступят к третьей, потому что это, ну, это хрень. Вот. Как воспринимаешь изменения в ГМС? ГМС-то гейммейкер студия, если что. Изменения воспринимаю отрицательно. В первом был обычный интерфейс программы. Во втором они превратили интерфейс в какое-то чудо. Я понимаю, что прикольнее, наверное, но за красотой я пойду в Overwatch. Или в какую-то другую игру. Гейммейкер должен быть проще. Вот эти вот инфографики, это все, ну, так, это... Не по-программистски это все. Но куда я денусь, придется привыкать. Надеюсь, там есть белый вид интерфейса, потому что черный... Что-то не то. Что думаешь по поводу подхода к дизайну игр, если использовал другие движки, отличенны он в ГМС? Я не очень понял вопрос по поводу подхода к дизайну. Ну, в гейммейкере не очень удобные комнаты, на самом деле. Хотелось бы запускать файл, да, и сразу же делать в нем какие-то изменения конкретные. И потом это все быстренько самой программой сохранять в саму игру. Ну, то есть, как в Юнити, например, ты запускаешь проект, там бегает герой, и ты можешь справа там ползуночками менять гравитацию, там скорость, вот это все и сразу видишь. Вот это было бы очень удобно, иначе приходится каждый раз перезапускать. Или я чего-то не знаю про гейммейкер. Есть ли новые проекты в разработке или занимаешься поддержкой старых? Гандан я уже давно не поддерживаю, потому что в этом смысла нет. Мы поддерживали его, ну как мы, я его делал не с текущей командой. Я поддерживал его, добавлял дуэли, переводы добавлял на корейский, на китайский. Это все происходило от тех денег, которые я получал с игры. То есть, своих я не тратил, потому что это, ну, бессмысленно, пускай и самоокупается. Вот, пиздес, вышел уже патч 1.1.6, то есть, 6 патчей я выпустил, в которых, в каждом из них, по большей части, не исправление ошибок. Исправление ошибок небольших я выпускал вообще без объявления, без анонса. А там переводы, переводы на разные языки. Английский, французский, немецкий, английский был изначально. Китайский вот недавно отбавили, и украинский есть. И кажется, еще какой-то португальский, да. Большая часть переведена фанатами. И вот сейчас, скорее всего, готовится корейский перевод. Ну, а дальше посмотрим. И по самой игре, по пиздес, мы сейчас делаем дополнение со свободной игрой и с судьбой. То есть, там будет больше шуток, больше юмора и немножко измененный геймплей. Так сказать, добавим афиксов на уровне, чтобы стало похардкорнее, и будет свободная игра и куча достижений в стиме. Достижения в стиме, это очень важная вещь на самом деле. Не стоит ей пренебрегать. Многие любят достижения в стиме, как оказалось. Ну, я это знал и раньше. Это так, на всякий. Планируешь ли выходить на новые платформы? Может быть, конечно. Платформы. Вот, на мобильные платформы нужно выпустить пиздес. И, в принципе, все. То есть, на Mac, когда версия 1.4 гейммейкера починится и все начнет работать, на Sierra. Вот, выпустим на iOS. На Android, не знаю, надо будет подумать. Это сделает просто, но принесет ли это денег? Вот в чем вопрос. Вот, на приставке, конечно же, нет. Это пока не мой уровень. И игра не того формата. С новым проектом? Возможно. Но тут тоже надо решить, что у нас будет с новым проектом. Будет ли он громоздкий или он будет небольшой, так сказать, чтобы отдохнуть и добавить немного трэша. Вот. Посоветуешь ли другим использовать гейммейкер для 2D? Да, посоветую. Но если у вас знания нулевые во всем, то есть, вы вот только начинаете, или у вас есть какие-то средние знания, или вы знаете C-Sharp, надо работать в Unity. Ничего не поделаешь, потому что двухмерные игры, по большей части, многих немножечко достали. А делать двухмерную игру с небольшим налетом 3D все же как-то покруче. Вот. Вот. Unity с этим немножко лучше справляется. Тут как бы ничего не поделаешь. Но гейммейкер хорош. Он хорош, если ты такой же классный программист, как я. Вот. Он удобен. Политика йо-йо хреновая. Но сам геймейкер неплох. Да. Нефиг выпускать каждые несколько лет новую версию, не доделав предыдущую. Бесит. Такие дела. Спасибо за внимание.